Я бы хотел вкратце рассказать о ситуации, которая сложилась вокруг клуба «Фюник» на сегодняшний день. Она, на мой взгляд, критическая, и поэтому сейчас я очень часто приезжаю в Армению, сейчас очень активно работаем для того, чтобы наша детская академия смогла вовремя приступить к тренировкам, иметь для этого все необходимые условия. Я пришел в армянский футбол не для того, чтобы скептовоевать или устраивать какие-то революции. Идея была очень простая. То, что меня привлекло, это именно детский футбол. То, что я считаю, что у Армении очень большой потенциал, что у нас действительно очень много талантливых детей, которые любят футбол, хотят играть в футбол. Исторически Армения всегда была футбольной страной. И то, что происходило в последнее время, меня как патриота расстраивало. Поэтому основная идея моя заключалась в этом. Когда мне предложил господин Арапетян забрать «Фюник», я, честно говоря, не очень хотел сразу заниматься профессиональным футболом, больше интересовал детский. Но согласились, потому что все равно, в конце концов, клуб – это единое целое. У нас была договоренность, что я забираю на себя все затраты клуба. Мне предоставляется долгосрочное пользование база. База ее назвать сложно. На самом деле всего 4-5 полей раздевалки. То есть это не такая база, как мы, например, хотим построить сейчас для клуба «Фюник». К сожалению, договоров нам так подписать и не удалось. Все было понятейное. Мне каждый раз говорили «да-да, что ты волнуешься». Но бумаг у нас на руках не осталось. И мы так и работали там до некоторого времени. В начале июля нам предписали освободить эту базу в течение суток. И сколько я не обращался, и лично к господину Айрапетяну, все-таки заключить договор аренды для тренировки детей, получал отказ каждый раз. Кроме этого, есть поля, которые принадлежат федерации, находятся в Академии АВАН. У нас был разговор на этот счет, мне тоже отказали. Но мы сейчас будем подавать официальные бумаги и требовать, как полноправные члены федерации, что мы тоже имеем право использовать эти поля, которые не являются чьей-то собственностью. Эти поля принадлежат федерации, построены на деньги УЕФА. И мы как клуб, имеющий одну из самых крупных детских команд. Причем наши дети играют в сборной, например, в следующем году, вы все знаете, будет чемпионат Европы, где Пьюник представлен достаточно многими ребятами, и им надо заниматься. И более того, мы запланировали международные соревнования именно для клуба Пьюник в этих возрастах, чтобы ребята набрали опыт еще до чемпионата Европы. Поэтому это сейчас наша основная проблема, основная боль. Я сильно удивлен, что федерации и президент федерации так к этому относятся. Потому что, ну, можно, мы все знаем, если там, так скажем, это далеко не секрет, что у нас давно в федерации царят законы не футбольные, а кто свой, кто не свой, кто нравится, кто не нравится. Да, я, например, честно скажу, я просто удивляюсь терпеливости собственников команды «Арарат» Вартена Садмакеша, который уже 10 лет, находясь, так скажем, в Апале, федерации, продолжает и содержать команду, и вкладывать, и сохранил это имя «Арарат», которая легендарная команда, на которой выросло не одно поколение. Ведь мир знает армянский футбол по команде «Арарат». То, что она сейчас в таком состоянии, ну, мы все понимаем, что это все результат личных каких-то взаимоотношений. Ну, и сейчас, похоже, и клуб «Пюник», и клуб «Арцах», и клуб «Ширак» тоже попали в такое же положение. Ну, мне кажется, что это абсолютно подход не профессиональный, не футбольный, и так мы в Армении никогда футбол не построим. Ну, я думаю, и инвесторы сюда серьезные, конечно, не пойдут, потому что я, как инвестор, еще раз повторюсь, я год наблюдал за всем происходящим, но только попытался что-то изменить, что-то сделать вот так, как мне кажется правильным, мне сразу показали на дверь, сказали, что нет, ты должен жить или по нашим законам, там, голосовать так, как мы скажем, или, значит, ты не будешь иметь доступа никаким активам. Мы сделали заявление, оно, наверное, было излишне эмоционально, да, наша пресс-служба опубликовала, вот, там были, скажу честно, некоторые неточности, например, там мы написали 2001 год, но речь шла о детях 99-го года. Опять же, лично в прошлом году президент Федерации попросил 19 наших воспитанников на год отдать в Академию АВАН, для того, чтобы они играли в первой лиге, набрали опыт и создали команду, но была договорена, что по окончании все вернутся. Вот, за это время самого талантливого нашего футболиста они продали в другую страну, мы сейчас будем разбираться на каком основании, потому что это все делалось без согласования с нами. Ну, и ни один из этих игроков до сих пор еще не вернулся в пюник. Мы, конечно, будем требовать возвращения наших воспитанников, потому что это наш основной актив, и все, что я делаю, все, что я пытаюсь развивать, это именно детский спорт. Мы сейчас будем привозить специалистов из Европы, из России, именно для подготовки детей и юношей. В противном случае просто, но содержание клуба, оно не имеет смысла. Я готов ответить на вопросы, максимально открыто и откровенно, поэтому можете не стесняться задавать вопросы, если у кого-то какие-то есть. Похарь есть плохой момент, чтобы он не имел права. Основная проблема возникла, да, 30-го числа, когда было объявлено Собрание Федерации. Я дюб узнал, кстати, накануне. Мы все предполагали, что это какое-то отчетное собрание, Но в последний момент нам сказали, что она не совсем отчетная, что собираются очистить несколько клубов, включая Ширак, и новых членов федерации выбрать. Образовалась там коалиция нескольких команд, которые выступали против. Мы подумали, решили, что мы не будем никаким коалициям примыкать, но мы свое мнение выскажем. Мы, конечно, категорически против, чтобы такую команду, как Ширак, с такой историей, с базой, с второго города Армении, где любят футбол, исключали федерацию, лишили права голоса. То, что у них есть какие-то проблемы личные, это, я считаю, не должно касаться футбола. То есть это личные проблемы собственника и президента федерации, но никак не всего клуба Ширак. Ну, и также там были предложены новые члены. Мы поняли, что все это делается не в интересах футбола, а в интересах каких-то личных амбиций, что там нужно какое-то большинство голосов обеспечить и так далее. Не имея, так скажем, достаточной информации, мы решили просто не участвовать в этом мероприятии. Собрались, объявили своим представителям, что мы не пойдем на это совещание. Когда нам с утра сказали, что один из наших представителей все-таки пришел и проголосовал за, мы были, честно говоря, удивлены. Мы с ним связались, он сказал, да, мне позвонил Армен Миносян. Все-таки приказал прийти, в какой форме, я не знаю, не присутствовал при разговоре. Но в итоге он тоже, я понимаю, что я по отношению к клубу повел себя некорректно, написал заявление. Честно говоря, для меня жалко, достаточно был добросовестный сотрудник, но после такого мы не могли его оставить в клубе. А потом, когда мы читали результаты этого, везде было написано, что по три представителя каждой команды проголосовало за. Я могу, например, ответственно заявить, что от нас был только один человек. И то мы считаем это очень некорректно по отношению к Пюнику, когда я как собственник принял решение не ходить, и кто-то из федерации звонит и заставляет прийти нашего сотрудника, но это как-то, так скажем, за рамками этики профессиональной, да, или корректности. Мы не стали из этого поднимать какую-то шумиху, да, но наше мнение, что все это некорректно. Но когда в отношении, вот с этого момента по отношению к Пюнику, конечно, резко изменилась позиция самого Айрпетянной Федерации, после этого нас попросили уйти с базы, у нас была договоренность, что с 5 июля команда Пюник готовится к матчу с Вардаром на базе Федерации Футбола. И мы, честно говоря, наш тренер, наверное, знаете Андрей Талалаев, он очень требовательный, очень жесткий в этих делах, все было расписано, там, чуть ли не поминутно. И когда мы приехали, нам сначала сказали, что поля там заражены или еще что-то, ну, какой-то формальный был повод. Я лично спросил Айрпетяну, ну, я что-то не пойму, почему все тренируются, а у нас для нас поля заражены, ты мне скажи, как по-мужски. Он сказал, по-мужски, пока я здесь, вашей ноги на базе им не будет. Я говорю, ну, это же не твоя собственность, это же принадлежит Федерации, мы тоже члены Федерации, и более того, участвуем в Еврокубках, нам нужны поля. Он сказал, нет, я вас туда не пущу. В итоге, большое спасибо Бананцу и господину Шалаянцу, которые, несмотря на то, что они тоже участники Кубка, но выделили для нас время, предоставили нам поля, и мы там поселились в гостинице в городе, ездили, тренировались на этих полях. Ну, и знаете, первую игру удалось выиграть с очень серьезным соперником. Сейчас готовимся к ответной игре, которая состоится 19-го числа. Мы очень рассчитываем пройти в следующий круг. Мне интересно, когда вы видите решение этой проблемы, вот с нынешним руководством по-вашему удастся, или вы будете добиваться смены руководства? И кого вы видите тогда? Я так понял, что вы с Челленцем будете общей видеть? У нас, да, у нас есть, мы с ним похожи в том плане, что оба бизнесмена из России, оба делаем упор на детский футбол, и у Бананца замечательная академия, да, и ту базу, которую мы планируем строить. Мы обсуждали не раз Джован Крикорыч, чем он говорил. Я буду рад, если ваша база будет еще более современная, но и во всех вопросах мы там друг друга поддерживаем. То есть у нас действительно много совпадений. Что касается ситуации, ну, мое личное мнение, что Федерация, конечно, в том виде, как она сейчас, она не способна управлять армянским футболом, потому что там высшие лиги просто раздрай. И, насколько я знаю, несколько команд до сих пор думают сняться с чемпионата или остаться. Да, много вокруг конфликтов. За последние несколько лет нет ни одного успеха ни на клубном уровне, ни на сборных, причем во всех возрастах. Наши клубы дальше первые, квалификации не идут, хотя мне кажется, что это немножко стыдно для уровня армянского футбола. Вот, и здесь, если мы сейчас посмотрим с вами на последний чемпионат мира, в котором мы жили весь месяц, да, там команда Исландии, 370 тысяч населения, или там Хорваты, 3,8 миллиона, то есть ненамного больше Армении, да, достигают таких целей, и я считаю, что у нас, так скажем, природных условий, по крайней мере, точно намного лучше, да, и детей много, то есть если заниматься футболом серьезно, то я уверен, что Армения, ну, может быть среди таких видных команд. То, что происходит сейчас в футболе, ну, достаточно одного условно, чтобы описать это все, грустно. Я лично не уверен, что сегодняшний состав способен что-то изменить. Ну, и вы знаете, что Федерация футбола общественная организация, здесь не может быть вмешательств со стороны правительства или извне, то есть все, что мы можем сделать, это делать только сами, изнутри, вот, и у нас, например, есть уже решение, как минимум создать профессиональную лигу для команд, в чем мы это хотим сделать сами, не по инициативе Федерации, а именно сами, у нас есть свои вопросы, они часто могут быть, так скажем, не согласны, то есть мы по своему пути будем двигаться и все-таки пытаться армянский футбол возродить. Ну, если этот конфликт выльется в какое-то открытое противостояние, тогда будем говорить. Сейчас я пока еще какие-то питаю небольшие надежды, что, может быть, удастся все-таки друг друга услышать. Но если будет какая-то кандидатура или будут выборы, я, конечно, с удовольствием поддержу. Можно, Владимир Владимирович, когда вы приобрели клуб, честно говоря, когда уже на этой пресс-конференции были, когда вы рассказывали о условиях, довольно странные условия были, да, как бы вы покупаете клуб, но при этом все имущество почему-то остается. У вас тогда не было каких-то подозрений, что в итоге вот такая странная сделка может привести в такую ситуацию, особенно с таким человеком, как Армянский? Да, меня предупреждали, да, ну, знаете, так как я шел с чистыми помыслами, у меня не было никаких бизнес-интересов в Армении или, не знаю, каких-то политических амбиций. То есть мне казалось, что то, что я делаю, оно не вызывает ни у кого негатив и не переходит никому дорогу, поэтому на словах все выглядело хорошо. У меня первые, так скажем, сомнения появились, когда с нами не подписали документов, мы несколько раз отправляли бумаги с просьбой оформить отношения там по этой базе, каждый раз нам говорили, да-да, но вот сейчас дело закончилось тем, что нас просто попросили оттуда за день съехать. Ну, видите, к сожалению, да. Такие опасения были, они не были очень яркими, но они, к сожалению, подтвердились. Я теперь говорю, что я знаю, что в этом году мы должны были очень ярким, чтобы мы были очень яркими, чтобы мы были очень рады. Это было очень много финансов, которые были в федерации. Но это было очень много. Мы были в профессиональном лиге и в федерации. Я не такой формы, который вы вообще не получаете. Я не очень далеко, потому что в футболе имеет улыбку. Наш этот новый пароль, который может быть у такой отношений, потому что мы должны в этом. Так что этот футбол уже работал с улыбком. Я не думаю, что это было мировоззрение. Вы говорите, как все вы делаете в бизнес. А вы получаете профессиональную тему, которая очень ловит вдоль и очень, которая может быть учитывать этот футбол, но вы не представляете им въезд. Немножко наблюдает, что вы получаете в то, что вы имели себя очень надёжный. Так что важно, потому что сын, первый здесь очень много. Сейчас вы разбираете. Да, этоدا, не сможет. Потому что вы не предупреждаете. На уровне тренировались сериалы. чемпион армян, чудо-орцов, арата Карлык, чемпион армян, чудо-орцов, арата Карлык, чемпион армян, чудо-орцов. Давайте по очереди, две чудо-орцовы. Первая по профессиональной лиге у нас уже было, открою как-то, было совещание, мы собирались, во-первых, это не требует очень больших затрат, мы посчитали, это около 200-250 тысяч долларов в год. Есть опыт, который мы хотим перенять, там такого, скажем, вот, конечно, для Армении будет новое, но я бы не сказал, что это что-то очень сложное. Конечно, оно должно быть максимально независимо от Федерации, потому что есть вопросы, которые для нас важны. Федерация отвечает, например, за сборные команды, за базы, и для них наши клубные вопросы, они могут в приоритетах стоять далеко сзади, и поэтому мы хотим сами решать свои вопросы в силу возможностей, и мы все-таки думаем, что рано или поздно в Армении это надо создать, и сейчас, в принципе, чем раньше создадим, тем лучше, то есть смысла терять времени, большого нет. Лучше мы будем двигаться, как бы, медленно, но будем двигаться в этом направлении, и я надеюсь, что в этом году мы уже первые шаги сделаем. Ну, что касается второго вопроса, он повторяет, да, не может? Да, ну, я согласен, что вообще в любом спорте, но и в футболе, самая важная объективность, то, что сегодня потеряно в Армении, да. Когда состязание не объективное, то уже участникам этого состязания... Но есть опыт, то есть, когда создается такая лига, ей руководят по очереди руководители клубов, то есть это происходит ротация, да, если клубы решат на каком-то этапе, могут выбрать одного независимого, но я думаю, что мы начнем с того, что мы будем просто, как бы, делать ротацию и по очереди будут управлять этим клубом. Там основной принцип, это должна быть прозрачность. Я бы не сказал, что там какое-то очень большое количество вопросов. Эти вопросы все, которые мы выписали, они... Это федерация футбола, это не премьер-лига решает, это не относится к федерации футбола, но мы будем в этом направлении выставлять свои требования. То есть есть закон УФА, есть деньги, которые выделяет УФА, в том числе на суде. И мы все вопросы... То есть все решается, так скажем, если этим заниматься. Если сидеть ждать, ни одна проблема не решится. Мы понимаем, что сегодня настало время, когда надо действовать. Потому что то, что мы видим, все клубы, ну очень грустные. Или надо уходить из профессионального футбола, или пытаться его сделать профессиональным. Что касается второго вопроса, ну немножко повторяю, да. Ну действительно, я смотрел, что происходит в обменском футболе, меня расстраивало. Я тоже хорошо помню 2008 год, когда, я считаю, отняли золото у Арарата и сделал, к сожалению, пюник, который теперь лежит в обмене. То есть не самая хорошая история, как и то, что отказались играть с Невчи в России. Тоже, я считаю, это черное пятно на историю пюника. Вот. Это один из, так скажем, поводов смены названия. Ну, мы вообще изначально приняли менять название. И, кстати, с господином Аропетяном это обсуждали. Мы сделали запросы, получили ответы из регистрационной, что 20 лет это название не использовалось. На сегодняшний день правообладателей этого названия нет. То, что они говорят, что они возродили, это неправда. Уже давно все потеряно юридически. Вот. Поэтому сейчас мы имели на это полное право. Здесь вопрос больше лежит для меня даже не столько в юридической, сколько, так скажем, в человеческой области. То есть понимаешь, что мы реально проделали большую работу. У нас объявили конкурс на логотипы, 730 взрослых детей прислали свои варианты. Мы разработали очень хорошую линейку для клуба Ереван на атрибутике. Потому что эта атрибутика, она не только чисто футбольная. Вообще слово Ереван, для туризма и для всего очень такое привлекательное. Я привлек лучших специалистов в России. Мы создали сайт, ну то есть мы продали. И причем все это шло открыто. Мы обо всем этом общались. И сейчас, когда вот изменилось отношение к книге, там бегом-бегом в последний момент создать команду Ереван для того, чтобы и нам прислали бумагу официально, что мы теперь не имеем права использовать это название. Наверное, это и вызвало вот такое немножко эмоциональное заявление. Но я думаю, что это лежит больше в такой плоскости. Честно говоря, я не очень хочу до этого опускаться. Ну, не дадут Ереван, значит, будем искать какое-то другое название. Будет грустно, конечно, но к сожалению, это все вправе федерации. То есть решает федерация и местная дает. Хотя вот на сегодняшний день меня намного больше волнует другой вопрос, что в Армении есть клуб Арарат и с этого года будет еще один клуб Арарат Армения. Ну, вот это удивляет. То есть какие поступки федерации удивляют? В Аистане было и два чемпиона. Не-не, но в данном случае это касается, знаете, это касается названия, это касается прав на название. Это касается, ну, сейчас уже есть, может быть, вы знаете, сегодня Арарат сделал тоже заявление. Уже есть недоразумение, когда Арарат Армения играла с какой-то, по-моему, чешской командой игру. И там стоял логотип Арарата. Все говорят, что это ереванский Арарат, то есть уже пошла путаница, ну, потому что для всех это нонсенс. Как это в одной стране два Арарата, тем более Арарат, знаете, это имя, которое, ну, для любого армянского болельщика, что в Армении, что за пределами, это, ну, можно сказать, святыня. Я бы хотел спросить, вот вы уже упомянули у Ифра, что очень многие проекты финансировали у Ифра, с точки зрения Солбас, Полей, мы видим, что этот человек как бы взял все под свое распоряжение, как бы лично. Вот вы и другие клубы, которые хотят вот эти изменения, вы планируете обратиться в Ифра, чтобы они тоже разобрались в этом вопросе, куда пошли их деньги? Потому что, как вы уже сказали, Ифра очень негативно относится, когда государство вмешивается, да? Да, нет, здесь все в наших руках. То есть, конечно, нам надо сначала разобраться самим. Вот я, например, объявлял об этом, и сейчас могу ответственно сказать, что я планирую строить эту базу в Ереване. Уже есть несколько вариантов по участку. И я знаю, что УИФА, в частности, выделяет деньги на строительство полей. И также вот на пивнике, где мы тренировались, искусственное поле построено на деньги УИФА. Но на сегодняшний день распоряжение, да, идет вот в таком виде. Кто нравится, тому дадим, кто не нравится, не дадим. Это ненормально. То есть, здесь должна быть прозрачность, должна быть какая-то объективность. Например, в прошлом году сделали базу в Эчмиадзине. Мы несколько раз разговаривали с Арапетяном, что то количество детей, которое у нас есть, ну, полей недостаточно для качественной тренировки. И если в Эчмиадзине дадут, во-первых, я готов филиал там сделать, у нас там в Мургашате есть рядом филиал. И во-вторых, мы как-то здесь сможем лучше развести. Но в итоге отдали кому-то так, дважды я с ним договаривался, но так и не смог доехать до этого поля, точнее, мне его не показали. То есть, там идет личное такое, хотя должны быть совершенно, конечно, другие принципы. Я надеюсь тоже, что ЕФА проверяет. Но, знаете, в данном случае, мне кажется, что сейчас не совсем правильно выносить ссоры из избы. То есть, пока мы можем разобраться внутри, надо попытаться разобраться внутри. Если не сможем, тогда уже заявлять об этом в международной организации. Моему мнению, даже после смены колоссов федерации будет проблем уже в такой плоскости. Я не думаю, что экономический колоссов будет там легко решать. Смотря его характер. Ну, поживем, посмотрим. Дорогу Василия Тедущей. То есть, я просто считаю, что здесь серьезная проблема есть. И это, кстати, один из препонов, так скажем, вот, инвесторов, прихода инвесторов. Вы правильно сказали, что приходили, уходили. И у меня тоже первое желание было уйти, я думаю, зачем я связался вообще с этим человеком, с этой федерацией. Ну, знаете, когда я видел игру наших детей, да, вот мы в прошлом году ездили в Сочи, когда общался с родителями буквально в июне, ну, это как бы сложно передать эмоции, понимая, что все, что ты делаешь, делаешь не зря. Потому что, еще раз повторюсь, я считаю, что у нас очень много талантливых детей, вот даже все специалисты, кто приезжали из Италии, несколько раз приезжали, смотрели, и сказали, слушайте, у вас каждый год, может, по-нескому из итальянов, если вы правильно поставите именно систему подготовки. Вот, и я думаю, что мы с Чалоянцем говорили, то есть есть у нас такая, так скажем, идея, чтобы вот те, у нас сейчас нынешний пятый год, шестой, седьмой, где очень много талантливых ребят, как бы поставить себе такую далеко идущую цель, чтобы в 2026 году все-таки Армения пробилась на Чемпионат мира, где будет 42 команды, и немножко будет больше возможностей. Это наша большая мечта, но как бы начинать ее надо строить заранее. Я думаю, что мы сейчас, по-нескому, Мы сейчас пытаемся все взаимоотношениями перевести в юридическую плоскость. Потому что в Армении, еще раз повторюсь, нет пока культуры, этики, взаимоотношения, все делается, пока здесь твоей ноги не будет или еще что-то, мы будем пытаться перевести все в юридическую плоскость. У нас забрали 19 ребят, обещали отдать. Если не отдадите, значит пойдем судиться. Мы официально пишем, что мы как члены федерации просим предоставить поля, вот мы сейчас будем отправлять письмо для трех наших возрастов, в том числе того возраста, который в следующем году будет играть в чемпионате Европы, предоставить время для тренировочного процесса. То есть мы попытаемся со своей стороны перевести все в такую плоскость юридическую, конструктивную. Потому что, ну, известно, что ломать не строится, ломать сюда сложно. Мы сначала попытаемся сделать все от нас зависящее. Если поменяется руководство федерации, я не скрываю, я это буду приветствовать, потому что, ну, появится некий шанс, да, и если ситуация до этого дойдет, конечно, мы тоже будем активно, так скажем, участвовать, если появится новое руководство. Но в одиночку этого нельзя сделать, то есть мы не скрываем своих, так скажем, по этому поводу мыслей. Но на сегодняшний день еще не считаем, что ситуация дошла до того, чтобы мы выставляли ультиматумы, как это сделал Ширак. Хотя для меня очень грустно, что Ширак не участвует в чемпионате, да, что второй город в Армении остался без футбола. Большого, я имею в виду, высшей лиги, первой лиги они заявились. Ну, пока не хотим делать таких ультимативных заявлений, но мы тоже надеемся на то, что все-таки в армянском футболе произойдут серьезные изменения, потому что так вот, боюсь, по-другому здесь ничего не изменится. Итак, крида, база в Рузмеке, 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 Рузмеке. Мы хотим построить базу в самом Ереване, но обязательно иметь несколько филиалов в регионах. Потому что... Да, да, у нас уже есть пара предложений, вот я сегодня, не скрою, прилетел именно специально из-за этого, чтобы посмотреть один-два. Мы вообще планируем в этом году уже объявить место, начать процесс проектирования, потому что времени мало в таком состоянии, существовать сложно. Поэтому мы будем двигаться, я об этом и родителям, поясним, перед которым мне сейчас, конечно, очень тяжело. То, что мы без полей, но вот, опять же, не скрою, мы договорились с Агбабяном Ашотом, мы рядом со студеном Раздан. Там есть поля, есть... мы сейчас быстро будем... там есть одно поле уже готовое, которое надо чуть-чуть привести в порядок, еще два мы сейчас будем строить. И очень рассчитываем до сентября, я привлеку все силы из России, из Армении, чтобы в сентябрю там уже была возможность для детей тренироваться. Ну и рассчитываем, что все-таки мы получим какое-то время в Академию Аван для более взрослых возрастов. То есть у нас цель сохранить Академию, которая есть сегодня, она больше 700 детей. Например, вот сейчас мы набирали 2008-й, да, у нас желающих было больше, чем мы могли представить. То есть, конечно, в Армении футбол любят, и родители футбол отдают, и надо обязательно создать инфраструктуру, потому что, на мой взгляд, сегодня, ну вот только у Бананса есть из клубов инфраструктура способная... Ну и то, не в обиду будет Джован Григорьевичу сказано, она немножко уже устарела. То есть сегодня, например, европейские клубы часто занимаются не только на поле, но и в залах, в классах. Это же командный спорт, да, то есть детей, они говорят, ну мы сначала воспитываем личность, а потом уже футболисты. Плюс там проводят какие-то групповые занятия и так далее. То есть там нужна база с классами, с медицинским оборудованием, с бассейном, с тренажерным залом, со столовой своей обязательно. То есть вот там во всем профессиональном спорте, профессиональный спортсмен начинается питание, да. Поэтому, ну, я приблизительно представляю, что нужно здесь, конечно, специалисты лучше скажут, да. Мне как бы в некотором смысле повезло, в последнее время, благодаря этим футбольным мероприятиям, у меня много европейских друзей, в том числе там клубов. Вот сейчас у нас, например, приезжал генеральный директор футбольного клуба Милана, он играл Карбона, Анжела Карбона. Вот у нас там очень прекрасные отношения и с офисским ЦСКА мы дружим, и с российскими многими клубами. То есть мы, конечно, попытаемся взять все самое сегодня современное. То есть если вы строишь базу, то надо строить ее такую хорошую. Я думаю, что это у нас получится. То есть много людей готовых нам помогать. Клубанон тоже не свои собственные. Почему? Собственные. Ну, да, долгосрочные аренды. Ну, я юридических нюансов не знаю, но я знаю, что там есть хозяева. Это учнение хедерации, но долгосрочные аренды. Ну, я первый раз говорю сюда, да. Ну, я знаю, что там есть хозяева, у них все хорошо, и дети тренируются, и играют. Это наш хороший соперник. То есть мы, хоть и друзья в жизни, соперники на поле, да. Поэтому. Я думаю, что... Нет, конечно, сейчас не самые хорошие времена для армянского футбола. Но я считаю, что у нас есть самое главное. Повторюсь, есть материал, есть дети, есть любовь к футболу, есть талантливые дети. Ну, остальное, если ситуация изменится, я думаю, что придут еще инвесторы. То, что сейчас пришел с Ангел Капитин с новой командой, это тоже меня очень радует. Жалко, конечно, что вот есть эта проблема с названием. Я очень надеюсь, что мы это урегулируем. Но то, что сюда приходят инвесторы, новые команды, возрастет конкуренция. Я надеюсь, что народ вернется обратно на стадионе, будет интересно. Нет, нет, про Эрику Варганян надо тоже скажу. Если честно, для меня это тоже такая несколько грустная история. Она исходит. Мне кажется, что причина в том, что в Армении действительно нет ни системы, ни культуры работы именно с профессиональными футболистами. Да, и вот сейчас конкретно по Эрику Варданяну ситуация нехорошая. То есть он не тренируется, он сидит дома. Отец его принял решение, что он не будет играть больше в Армении, хочет играть где-то в Европе. Нам сказали, что есть предложение от Лиганеса. Мы от Лиганеса предложение не получили, но прислал его агент предложение, на которое мы, кстати, согласились. Оно не было для нас интересным, но мы согласились просто, чтобы парень заиграл. Но выяснилось, что Лиганес даже на просмотр его не пригласил. То есть он не интересен пока. То же самое со швейцарским клубом. На мой взгляд, очень, ну и на взгляд наших тренеров, очень парень талантливый, но еще не сформировавшийся футболист, он еще молодой. И это как раз тот пример, когда родители сами губят возможности. Понятно, мы родители, у меня тоже трое детей. Мы не можем объективно оценивать. Для этого есть профессионалы, есть профессиональные школы, профессиональные тренера. Отец решил, что его сын уже профессиональный футболист. И то, что он сейчас делает, я не очень понимаю. Мы очень готовы быть лояльными и гибкими, если будет действительно предложение в какой-то клуб. Я и всем нашим игрокам говорю. Знаете, когда приходит предложение из какого-нибудь там второй лиги Кипра, или там из слабых команд, мы, конечно, отказываем. То есть мы готовы не полуфабрикат выдавать, а уже готового футболиста, талантливого, если есть у него перспектива выйти за рамки армянского чемпионата, но именно вверх. То есть в следующий уровень. И там развиваться я не буду никогда тормозить. Но если это вот какие-то клубы такие, ну, не выше уровня, смысл тогда. То есть мы еще над ним поработаем, они уже будут его использовать. Они считают, что они взяли, все, используют, а мы-то хотим взрастить. Вот такая же история с Эриком. И сейчас на полпути, ну, я здесь, к сожалению, не могу ничего поделать. Я сам лично несколько раз разговаривал с отцом, генеральный директор наш разговаривал, тренер разговаривал. Мы даже предлагали ему, ну, вот сейчас потренируйся, пройди эти вот две игры этапа Лиги Европы. Ну, у тебя больше шансов. Отец уперчат жалобы на нас какие-то, пишет Федерацию. В Федерации уже сегодня пришло письмо, что мы как-то себя там по отношению к Эрику ведем неправильно, честно говоря. Ну, даже не знаю, как реагировать, оно все на какой-то лжи основано. Я и отцу говорил, что я буду счастлив, если Эрик заиграет где-то. Как бы для этого я свои личные деньги вкладываю в том числе. Но то, что сейчас происходит, когда родители вмешиваются в этот процесс и делают это непрофессионально, оно, вот, боюсь, может привести к не очень хорошим последствиям. Не, такие бумаги, конечно, подписаны. Сейчас члены клуба мы, и вот мы сделали эту сделку, по-моему, в сентябре прошлого года. Да, вышли все прежние владельцы. Ну, это общественная организация, да, то есть там свои законы. Но сейчас и попечительские советы, я являюсь президентом клуба. То есть все, что касается самого клуба, оно, конечно, принадлежит нам. Но все, что касается именно взаимоотношений с игроками, начиная с юношеской школы, вот, мы сейчас все будем ставить на профессиональные рельсы. Мы для этого наняли крупную юридическую компанию за пределами Армении, которая сейчас будет все эти договоры, потому что начинается все с этого. Да, должно быть правило игры, как в футболе, так и в профессиональном спорте. Если их нет и все остается на мнение родителей или тренеров, то мы просто так не построим профессионального спорта. Но в Армении это все пока находится на таком. Мы договорились, в частности, к примеру, вот это тоже один из вопросов профессиональной лиги, даже элементарной этики, что клубы друг по отношению к другу должны вести себя корректно. Есть там игроки или родители местами ведут себя некорректно, у нас уже был такой прецедент. Например, тот же Эрик Варданян, отказавшись, тренировав у нас, мы за это, по большому счету, могли оштрафовать, да, но мы этого не делаем, мы не приходим на тренировки. Он пришел в анонс и сказал, я хочу тренироваться с вашей командой. И все сказали, извините, но вы играли в другую команду. Под тиском в Ереване, да? Ну, насколько я знаю, да, я не отслеживаю, но насколько я знаю, сейчас в Ереване, и так как к нам не было обращения ни из каких клубов, насколько я знаю, как бы большого нет. У нас было единственное обращение из ЦСКА, это, ну, так скажем, наши хорошие знакомые с кем отношения, теплые сложились по жизни, они сказали, мы готовы посмотреть на просмотр, пригласить. Ну, там что-то отец сказал, что нет, я в России, в Армении не хочу. Ну, на уровне совета я бы ему, конечно, посоветовал сначала все-таки до расти, до профессионального, а потом уже выставлять требования, но здесь, знаете, сложится цель. У нас есть договора, они в очень плохом состоянии, действительно, там много очень неточностей, да, мы сейчас все будем пересматривать, но что касается конкретно Эрика, у него есть подписанное соглашение до 2019 года. Сейчас отец говорит, что под ним стоит не его подпись, его подпись, я не знаю, это было до того, как я пришел. Все, что сделал я по отношению к Эрику, я поднял ему зарплату, не будучи обязанным это делать. То есть я увидел, что парень играет хорошо, он поднялся в... попал в сборду, и мы ему подняли зарплату, так скажем, чисто на доброй воле. Потом у него была травма бытовая, отец, кстати, позвонил, поблагодарил, чтобы клуб взял на себя все расходы, несмотря на то, что это не на нашей тренировке произошло. То есть, мне кажется, мы по отношению к нему вели себя всегда очень корректно, да, и то, что сейчас они делают, ну, на их совести. Вот у нас есть контракт подписанный, по нему он получал деньги, более того, мы со второго полугодия прошлого года подняли ему зарплату, он получал уже больше, чем в первом, да, и тогда не возникало вопроса, что контракт подписан не ему. А сейчас, когда ситуация изменилась, он говорит, это не моя подпись. Тогда не надо было зарплату. Ну, я же не могу, я же не эксперт, чтобы сейчас все... Но мы контракты сейчас будем переделать, у нас стоит задача, все поставить на профессиональные рельсы, то есть они должны быть обоюдно уважительные, обоюдно выгодные, с точки зрения игрока, с точки зрения клуба. Все? Больше нет вопросов? Ну, мы будем двигаться, в том числе благодаря вам, на самом деле журналисты играют далеко не последнюю роль в этом процессе, поэтому спасибо, что пришли, спасибо, что поддерживаете, да, и я надеюсь, что как-то мы все вместе ситуацию изменим. То есть сейчас, видите, после херхмайских событий армяне поверили в то, что теперь они могут поменять ситуацию, что не все так сильно застойно, да, и я надеюсь, что футбол это тоже, футбол тоже большая часть общества, и я надеюсь, что мы там тоже сможем изменить, но в том числе при вашей помощи. Спасибо. 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 Спасибо.